Баграм 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 Субтитры создавал DimaTorzok Мы отмечали в этот раз столово, все вместе, солдаты, офицеры сидели, и вдруг вот настал такой момент, когда наступила тишина, буквально несколько секунд, и стало ясно, что думает каждый о своих близких, родных, о невестах, женах. И уже тогда легли, прямо за этим столом легли первой строчкой этой песни. ПЕСНЯ 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 И в полчь необыкновенная в огне, А ты в свой звон неуверенно декабрьских мурый день, А вы глазом светло-серый в огне, А вы глазом светло-серый в огне. Я знала его давно, но чисто визуально. И вот я узнала, что он прекрасный видит. Прозвучала одна песня о любви. Вот такая она была нежная, трогательная. И самое главное, что у нее было оптимистическое, такое мажорное завершение. Саша, вы поняли, о чем я говорю? Хватит, собрание! Ну вот уговорили. Итак, песня о любви. Милой девушке, наверное, я думаю, Саша посвятит ее вам. Я не рад, мне разрешили сразу, кто-то признал. Милой девушке, наверное, я думаю. Моя дорогая, не блещет красою, не тонкостью стала, не русой косою, не русой косою, не тонкостью стала, чем блещет всегда героиня романа. Не русой косою, не тонкостью стала, чем блещет всегда героиня романа. И изящное платье мышиного цвета, она не снимает от лета до лета. И как мне не стыдно, от вас я не скрою, свою дорогую купаю и мою. И как мне не стыдно, от вас я не скрою, свою дорогую купаю и мою. И платье смелою, рукой смелою, скорей, чтобы видеть желанное тело. Губами прижаться к единственным миром. 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 Снова на пределе, где для наших душ покоя нет. Может, в этот раз в Афганской колыбели засыпать я буду, покидая свет. Мы не знаем, что там за поворотом, мы не знаем, что будет в береге. Я плотаю пуми, я выграюсь в пот, Афганат лежат в своей груди. Друг с рейбаном захлестнул уши, Зазвистели пуля в лесках, И, казалось, выизгнули души, А всем садилась бескрайняя ласка. Сревроздаши полетели ранее, И готов, а в танках улетел. Нам теперь не обойтись без драки, В тот момент подумать я успел. Развернули пушки влево-вправо, Вся прихода в скала залегла. На врагов всегда найдем поправку, Как бы их судьба не легла. Этот бой не очень долго длился, Как он сделал, и мы двинулись в период. Вернее огня дыма скрылся, Друзья нам сказали, Нам на дороге мины, Нам сказали, Вас нас подождет, На пять ревут вроде машины, И колонна движется вперед. Спасибо. В Афганистане, В 80-е, 81-й год, Повел в 66-й бригаде, Джалабад, В основном в Садабаде, В Кунаде был. Как-то вспоминал, Как я уходил в армию, Провожали меня мать, отец, бабушка, дедушка. Взял гитару, написал песню. Песня называется «Призывники». Хочу пожелать тем, ребятам, Кто вообще не служил, Здоровья, хорошей подготовки И отличной службы, Чтобы мы здесь могли Спокойно знать, Спокойно жить И знать, что нас всегда защитят. Наши ребята, наши младшие братья, Наши друзья. Поздни меч, А уж дедут, Покори, горе, На перроне шутом Призывники стоят, Слышно, как черца вокруг Горячо стучат, А ты звал нас помощь, Что нас сняли за печаль. Попрощался ведь С мать одной, Как и трудно будет Без тебя одной, Молочь нерастерянно Посмотрел трубом, Скоро увидишь Свой ромневый дом. Береги дорогу, Долгий трудный путь, Боевых походов Синь, храбрый путь, Стоп, враги боялись Встретяться с тобой, Стоп, и счастье вечно Был под землей. Да теперь солдатом Стоп, мир на земле, Катасы когда-то Его уберегли, Что бы было не было, Надо с честью жить, Искрыть и преданно Против любить. Перестань предать невесту, О, не грусти, Пожелай любимому Все сели его по пути, Между почащих Письма присылай, Пожелай удачу, Счастье пожелай. Подний вечер вдоль Прошел, Бонарей горят, На пираньях судна, Призывники стоят, Суличут, как сердца вокруг, Горячо стучат, Заслезли на глазах, Смотрим песню, Сгоняй. Спасибо. Если хочу исполнить старую песню, Которую я пел там, В Афганистане, Научился я, Когда лежал в госпитале, В Афганистане, Было лето 80-го года, Миша Смуров такой, С Витебской дивизии, Парень мне играл эту песню, Сержант уходил на дембель, А вот я после госпиталя Приехал назад в Афган, И пел ее нашим ребятам, У меня тогда еще не было своих песен, Ну, многие знают, Какой интернационалист эта песня, Я, к сожалению, до сих пор не знаю, Кто автор этой песни, Был бы благодарен, Если бы кто-то мне помог, Может быть, даже здесь, В зале находится автор, Я мой интернационалист, Но не в названии нервы, Не в названии, Пусть даже назывался Я расист, Вам лечь не стал, И хвани, Мне надоело нервничать, Ведь нервы не звучат, Я нажимаю ласково На спусковой крысью, И ход на кровных раз По воздуху летят, И я хочу того же, Чего они хотят, И хвани вы загнулся, И дымом стала шерсть, Водик осталось пятеро, А было раньше шесть, Потом четвертый, Пятый, третий, И второй упал, А в первую маль сашка Дум нечаянно попал, И падает их в ванне На землю, А потом Мы складываем рядышком, И хваники по столу, Работаем на слову, И саша, друг и я, Нас где-то за кордоном, Завод в пятнах земля, Нам просто проявляют Огромный интерес, Папаши, И дядя Сара Сверс, Ведь и война такая, Совсем не по нутру, И мощь отца этого, Агенты, Зерун, Но все же, Я за случай, Сюда, Афганистан, Их прям, Куда носит, За синий Пагистан, Винтовка М-16, Китайский автомат, Но надо ведь не сломаться, Скажи, Не правда, И хваники, Их ищущ, В окно, Думал, Залез, Но здесь усна положит, Родимый, Афрес, Ведь он в помещении слазит, Сравнился он к плечу, Кто-то в мечах погиб, Кто-то вновь придет, С мечом одета дома, Шуравиду в тар, Цветет сирень, Походу идут туристы, А ты рассматриваешь, Требник, Черекар, И очень тихо, Сложь, Афрес, Слышно, И з�оря. Не gi ax'av, Передо мной, Передо мной, Рис она, И в четко, Солнце и в небо, И на солнце, Тонensch, Солнце и в небо, ПЕСНЯ 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 Не узнал себя борьбос, тябу-тябу-тябу-ба. Вот как сильно он зарос. Взрослые дети, одите вовремя в парикмахерство. Спасибо вам большое. И мы приглашаем на целый день состав группы «Бачи». Доброго вам творческого пути, ребята. АПЛОДИСМЕНТЫ Салон. Производственное швейное объединение имени Гагарина. Городское управление торговли. Проектные институты. Казгий, сказки про газ, сказки про гор. Курорт-проект. Швейно-галантерийная фабрика. Ковровая фабрика имени Терешковой. Очень много спонсоров. Большое вам спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Еще одно небольшое объявление. Вчера к нам подошел отец погибшего бендетова Кашмухана. Он обратился к нам с просьбой узнать товарищей, с кем служил Кашмухан. Войсковая часть 51883. Вчера 31 августа отец отмечал годовщину с Кашмуханом. Просьба откликнуться товарищам Мадетова Кашмухана, кто вместе с ним служит. Я являюсь следующей группой. Эхо Афгана. Город Барнаул. До некоторых пор в силу того, что мы не знали авторов песен, рожденных Афганем, их называли народными. У песен, написанных ребятами из группы Эхо Афгана, есть конкретные авторы. Конкретно об этой группе хотел выступить солист этой группы. Олег. Как вы имеете в виду? Осмосов. Он немножко расскажет об истории созданной группы. Ну, наша группа зародилась совсем недавно. Существует она еще чуть больше года. За это время мы проехали весь Алтайский край. Знает нас уже за пределами. И здесь вот теперь впервые у вас на земле Казахстан. Я хочу пригласить сюда на сцену моих лучших друзей. Братанов. Это лауреаты краевого фестиваля солдатской песни города Барнаула Эхо Афгана. Аплодисменты. Спасибо. 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 Добрый вечер, дорогие друзья. Мы поблагодарим вас за столь теплый прием и хотим вам спеть давно забытую, ранее запрещенную песню, но благо сейчас эпоха гласности и демократии. Песня «Капульская баллада» или как ее называют в узком кругу «Варенье». Не надейся только тело, лишь бы брил здоровый душ. Если хочешь есть варенье, не лови, братишь кому. Если хочешь есть варенье, не лови, братишь кому. Песня «Капульская баллада» Песня «Капульская баллада» Песня «Капульская баллада» Не хотите ли, не дружне будут друзья и свиньики. Там и с точки, и с точки жасмина, А под каждым контактная мина. Мужики живут в барабаде, И гуляют они за автоматами. Они с точки, и с точки, Ставят танки на катки и пушки. Подними взгляд на легче века, Там и с точки, и с точки, и с точки. Мужики живут в барабаде, Там и с точки, 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 и с точки. Мужики живут в барабаде, Там и с точки, и с точки, и с точки, и с точки. Мужики живут в барабаде, Там и с точки, и с точки, и с точки, и с точки, и с точки. Героизм наших ребят в Афганистане, а песня о том человеке, с чьей молчаливой подачи совершалась большая часть всех кровавых преступлений и злодеяний в Афганистане. Песня называется «Караванщик». Солоный шаги Игорь Гленчевский. Песня называется «Караванщик». До нас остыла тишина, Дорога пыльная одна. Уходит вдаль, Уходит вдаль, Он возвращается домой. Не мертв, не ранен, а живой прошла беда, прошла беда. Сегодня провожал на кораллон, Через танше и души по кустам. Он видел лица молодых парней, Побой, беде, ушах, малачи! Он никого не убивал, Из автомата не стрелял, Лишь провожал, Лишь провожал. Свою работу уважал, Спокойно деньги получал, О чём мечтал, Давно мечтал, Что караван идёт, Я чёрный дел, А об этом кулач вовсе не хотел. Одна забота, Денег больше взять, Общей крови на это напылать. Буду обедать. Папа, мать! Папа, мать! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да здравствует фестиваль «Абдарская песня»! Ура! Здесь находится Игорь Морозов на сцене. Я думаю, что он обязательно ответится на вашу просьбу. Игорь, пожалуйста, батальонку. Игорь Морозов на сцене. Игорь Морозов на сцене. Игорь Морозов на сцене. Мы не прощаемся ни с кем, чужие слёды нам зачем? Уходим в ночь, уходим в дождь, уходим в снег. Мы не прощаемся ни с кем, чужие слёды нам зачем? Уходим в ночь, уходим в дождь, уходим в снег. Батальонная развето, предел звучали бредно, Что ни день, то снова боев, снова боев. А если так случится, друг, тебя навек оставит друг, Не осуждай его, война тому диной, Тебе наш родный старшина отдаст медали координат, Разведки, заработанные мной. Тебе наш родный старшина отдаст медали координат, Разведки, заработанные мной. Подхвененная разведка, мы все скучаем лето, Что не день тут снова в бою, снова в бою. И сестричка в медсамбате, не тревожься, бога ради, Мы до слады доживем еще с тобой. Солотой, и сестричка в медсамбате, не тревожься, бога ради, Мы до слады доживем еще с тобой. Когда закончится война, мы все на день им ардена, Горьбою сядемся за дружеским столом. И вспомним те, кто не дожил, кто не допел, не долюбил, И чашу полную товарищам нальем. И вспомним те, кто не дожил, кто не добрел, не долюбил, И чашу полную товарищам нальем. Патальонная разведка, не биздел в скучаю бреда, Так что не день то снова поед, снова пой Ты иди ты, что жвер sand чтоб천 Не прерёжься Бога ради Мы на свадьбе доживём ещё с тобой А так тот кто Ты иди ты, что жвер sand чтоб ни Не прерёжься Бога ради Мы на свадьбе доживём ещё с тобой Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 А люди в ответ только машут рукой, Только машут рукой, Только машут рукой, Коробливо шагая. Не за тем, чтоб вниманием Как-то привлечь, Не за тем, чтоб звенела толпа Медиками инвалид, Затевает опасную речь. Он храбрее, храбрее, Чем люди с ногами. Люди молча глядят На его пугольство, Как он может всю воду Открыть без оглядки. Отчего он такой? Он такой от того, Что душа никогда, Что душа никогда, Что душа никогда Не уйдет уже в пятки. Стротва цветонных, Запленанных прит, Головастый, тщедушный, Ну, словно из плена на людей. Как белила, гляди, инвалид, Да он выпил, Да он выпил, И поет у поколена. Совсем недавно он завершил это стихотворение. Просто никак не мог найти последних слов. И получилась песня почти по-старинному. Крик души молодого человека, Любого афганца. Буйная головушка, Буйная селенушка, Уголь молодецкая, Широкая душа, Что печаль гнетет тебя, Аль в душе тоска. Али закручинилась, Али пригорюнилась, Даль не сверкаю Радостью глаза. Только не сверкаю Радостью глаза. Али песнь закончилась, Слов предохлих мало, Только свежей влагою Наполнились глаза. И глядя сурово, Вдаль от небес, Крайнюю словно Смотрят в прошлое Издалека. Только смотрят в прошлое Издалека. Беспокойный мой простор, С ветром больным попалю, Я не знаю, что со мной Сердце так болит. Али все потеряно, Жизнь ведь только начата, Не томи меня, кручина. О, мое уме, Да горай, моя учина, Жизнь моя горит, Да горай, моя учина, Жизнь моя горит, Да горай, моя учина, Жизнь моя горит, Я хочу напомнить, что Учредителям фестиваля Объединение ветеранов войны в Афганистане, Города Алматы И Московский городской совет воинов запаса Учредили памятные следы Участникам фестиваля. Месколько слов по твоему выступлению. Ты начал петь в Афганистане? Нет, я не служил в Афганистане. Ты не служил? А поэтому не в форме. Поэтому я просто артист, Я являюсь артистом театра студии Воинов информационных солистов. Нашим. И по твоему, человек, Который не служил в Афганистане, Может полностью прочувствовать Эту ситуацию, Чтобы написать хорошие песни? Может. Так а ты думаешь, О чем ты будешь петь через 34 года? Через 34 года. Ну, практически, Не знаю, В смысле, я пою в жизни то, Что мне ближе к душе и к сердцу всего. Как я меняюсь с эволюцией, С годами, Так я и пою, да, То, что мне ближе к этому возрасту. А вот интересно, Раньше воина афганца считали героем. Вот сейчас уже считают его Окупантом, роботом. У тебя взгляды изменились со временем? Я и тогда не считал, Что они герои. И с самого начала. Я всегда всех людей считаю, Это нормальные люди просто. Всех. Я просто человеку, Вот по качеству, Отношусь точно так же. Вот если человек нормальный, Значит, для меня нормальчик. Просто я считаю, Что их судьба действительно осмыслит. Многих определил. То, что они не виноваты. Любой из нас мог. В Афганистане. А чем занимается театр, студия? Театр, студия. Спектакли для взрослых, Детские, куколные спектакли. И концертная программа. И вас нужно увидеть. Дом офицеров, пятый этаж, пожалуйста. В октябре месяце начнется у нас театральная сезон. Спасибо. Сейчас такой вопрос. Голубой цвет, Какие-то странные эмоции стал вызывать. А нас не смущает это? У нас, самое главное, Называются голубые. Да. Береты. Если не... Мы делом доказываем в каждой командировке, Что этот цвет у нас только на беретах. И на погону. На погону. И на терняшках. Он у нас не ассоциирует. Это не допресс. Это спрессор. Это допрессор. Не можно. Стоит вам записать сейчас какую-нибудь легкую песню, И вы сразу подниметесь на такую вершину популярность. И что же вас заставляет так упорно держаться за афганскую тему? Вообще, была, конечно, у нас задумка полтора месяца назад Преобразовать в ласковые билеты, Ансамбль, легкие песни писать. Ну, а Сергей Хочетович, ну, это делает. Почему Сергей Хочетович? В общем-то, у нас практически все песни Юрка поэта пишет. Ну, вы знаете, Наверное, начали мы с Афганистана, Пели об Афганистане, И хотелось бы, чтобы эта тема была постоянной. Нашей темой. Конечно, мы не отказываемся от того, Что можно где-то в программах прийти Популярные песни, советские песни. Никто этого не отрицает. Но основная тема – это Афганистан. По-вашему, эта тема настолько неиссякаемая, Что еще не будет? Да, она неиссякаемая. По крайней мере, мы так считаем. Пока будут живы афганцы, Петь всегда есть о чем. Вы работаете профессионально? Да, мы сейчас работаем в очень солидной концертной организации, Парашютный десантный полк. Всем мы там полком служим на должности. Ну, художественная самодельность. Это художественная самодельность, есть честно. Хотя уровень... Недавно записали третью пластины. Уровень работы профессиональный, Но статус художественной самодельности. Понятно. А вы начали петь в Афганистане? Да. И встретились в Афганистане? Да нет, ну не все, что ли. Это уже у нас четвертый состав ансамбла. Начинали мы в Афганистане одним составом. Там же в Афганистане появился второй состав. Потом из Афганистана, когда вышли, Уже привелись ребята, которые в Афганистане не были. Ну, сейчас уже замена тоже. Ребята в Афганистане не были. Вот мы с Юрой, два представителя, Стараемся дули не держать. Ну, и, конечно, ребята приобщаются. К этому делу очень быстро. Потому что одно дело они на гражданке играли. Одно. Сюда пришли, и такая нагрузка постоянно. Афганистан, Афганистан, Афганистан. Они этим живут, пропитываются. Все это. Нет, ну, если говорить про песни, то вообще поем. Это, ну, Сергей Федорович, когда ему было два года, мама подарила скрипку. Степоны поет. Ребята, вот сейчас так кардинально изменились взгляды на Афганскую войну. У вас они остались прежними, лице, гражданскому лице, человечественному лице, а не о войне. Зачем он там? Ну, еще хотелось бы сказать, что, в общем-то, дело в том, что не все, что писать в нашей прессе, можно принимать один к одному. Тут получается практически больше так, что просто нормальные люди могут прорваться в прессу. Напишут обыкновенные люди, которые имеют возможность писать. Что они пишут? И, наверное, просто зубами скрипишь. А даже опровержение то они всегда напечатывают. Поэтому, знаете, иногда у людей складывается такое впечатление. Гадостей хватало, конечно, в Афганистане, но хорошего-то было больше от наших людей. Вот положительные дела не всплывают. Разные такие, знаете, конъюнктурные моментики, кому они нужны, они вот в прессе в нашей присутствии. Это не есть хорошо. С чем все-таки вам подручнее в руках? С гитарой или с автоматом? А, хорошо, когда и то, и другое умеешь. А, ну, спокойно. Спасибо большое. У нас оборудование. Спасибо большое. Еще успехов вам. Мы тут благодарю, с начала, с чего мы сейчас. Некоторые дают гитару и говорят, пой. И одной из самых любимых песен моего экипажа, она так и называется, знаете, армянский, азербайджанский и грузинский. И вот такая песня. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Гогия, гогия, шандалкия, гогия, Тома Джамагин отзвали режиссер Танелья. По турбазе я гулял с девочкой Ларисою, Ты, Лариса, подожди, я пойду попью воды. На заборе синякот, под забором киска, У кота болит живот, а у киски голова. Слушай, на каркасе женщины очень все красивые, Симпатичное лицо, ноги, волосы, е-е-е-е-е. Гогия, гогия, шандалкия, гогия, Тома Джамагин отзвали режиссер Танелья. Сказать, откуда я приехала, ну зачем вы уже поняли. Я приехала из Башки, из города Стелетамак, вот в этом городе Стелетамаке. В 91-м году, в феврале, пройдет 4-й фестиваль солдатской песни, мы его назвали «О чем поют солдаты». География его участников достаточно обширна, и нам было бы очень приятно, если на 4-м фестивале приедут наши друзья из Алматы. Я привезла вам не только добрые пожелания, но и маленький сувенир. Вернее, привет вашему фестивалю от нашего фестиваля. Но прежде чем я отдам этот подарок, бакшиш, как говорят законным владетелям, я хочу сказать о том, насколько прекрасен ваш город. Я говорю, это уже не первый раз, не устану повторять. И еще, это не комплимент даже, это признание. Вы знаете, огромное спасибо вам, алматинцы. Мне приходилось бывать во многих городах Союза, и очень редко, где встретишь таких доброжелательных, таких отзывчивых, таких прекрасных людей. Вы знаете, у нас были ситуации, где мы могли убедиться в достоверности этих слов. Огромное вам спасибо от имени всех участников фестиваля. И еще я хочу сказать огромное спасибо организаторам этого фестиваля. Вообще говорят, вернее, могут спросить, зачем нужен фестиваль афганской песни. Но что он дает? Война прошла, точки, может быть, не поставлены, но зачем нужна песня? Вы знаете, я сразу на такие строки это нужно не мертвым, это нужно живым. Прошел Афганистан. Это действительно одна из скорбных страниц нашей истории. Но сейчас, что створится в нашей стране? За время в Афганистане погибло, как говорят, 12 с лишним тысяч за 10 лет. Но гораздо большая цифра погибших у нас в Союзе за эти годы. Такие фестивали призывают людей благоразумию, человеколюбию. Вы знаете, к тому, чтобы они прежде, чем ставить какой-то рощер, чтобы они очень хорошо подумали. И за то, чтобы наши парни, которые ходят в ряды советской армии, и их мамы, были спокойны. Что они идут для того, чтобы учиться, как защищать Родину, а не для того, чтобы идти на своих. И вот сейчас я приглашаю на сцену организатора, вернее, одного из представителей, Саши Плавейский. Ну это просто душа фестиваля, Саша Плавейский. Это чисто наш башкирский сувенир. Вы, наверное, думаете, что это такое. Это книга, открываешь ее, и шахматная доска. Наше объединение Агидель. Башкирия. Правда, это сделано в городе Уфе. И вот, ребята, вам я хотела подарить две ложки, но подумала. А три ложки. Так, сначала, Саша, вот это возьми. Теперь вот эту ложку. Вы знаете, ребята, вот эта ложка, пускай она будет залогом вашей дружбы. Что мне понравилось у этих ребяток, вы знаете, у них вот это братство афганское, ну просто чрезвычайно развит. Это просто здорово. Это видно по их отношениям. Они могут где-то поссориться, у них какие-то конфликты, но тем не менее, это видно, что это братья. А в семье всякое бывает. Ну и... Это аплодисменты, ребята. Андрюша, мой добрый, подойди, пожалуйста. Я хочу сделать маленький бакшиш. Андрей, мы с ним познакомились на московском фестивале. Кстати, так получилось, я не думала, что они сейчас выйдут. Но именно вот эти два парня пригласили меня в Алмату на ваш фестиваль. Ну, дарю я тебе это не за приглашение, а за то, что ты, Андрей, отличный парень, и за то, что ты, ну, просто молодец. Больше всего не надо. Огромное вам, ребята, спасибо. И, наверное, спасибо от всех, кто присутствует в здании. Дай Бог, чтобы ваш фестиваль жил как можно дольше. Спасибо. Спасибо. Ну, мы поняли по реакции, как вы тепло встретили парня из Перми, Юлия Некуша. Ну, и в поддержку ему выступит еще один его земляк с города Перми, Вадим Средняков. Я думаю, вы также тепло встретите его. Вадим Средняков. Город Пермь. Город Пермь. Все вы, наверное, смотрели два года назад по телевизору первый фильм об Афганистане. Этот фильм назывался «За все заплачено». И после этого фильма появилась песня, которая называется «А за все ли заплачено?» Эта песня как бы является нашим ответом на этот фильм. Нас бесплатно привезли И бесплатно нас одели На другом конце земли Всех бушлаты и шинели. Дали в руки автомат Совершенно безвозмездно И кормили всех солдат Пищей вкусной И полезной Сигарет Каждый месяц Выдавали И в дуганах Разный клан Иностранный Продавали Ну а если вдруг душман Ствол навел И парню крышка То бесплатно на тюльпан И лети домой, братишка. К папе, маме, за тебя Деньги крупные заплатят Всем помогут и любят Всех заботою охватят. А на кладбище, где ты Занял свой окоп последний Будут все нести цветы И зимой, и в день весенний. Ну а если ранен вдруг Кучу денежек получишь триста Если нету рук, если ног То даже лучше. А кто цел и ненавидим Прожагал путем тернистым Тем мы славу воздаем Приход и даст совет министра Все газеты о тебе Сразу запестрят статьями Поучаствуют в судьбе Станут лучшими друзьями Каждый месяц магазин Приходи за дефицитом Там все дружно, как один Ждут тебя, чтоб был ты сытым В общем, не переживай Не оставят, будь спокоен Ты живи, да поживай Будет все, чего достоин Счастье каждый день несет Но вопрос звучит иначе Раз заплачено за все Почему же, мамы, плачут? Почему же, братишка мой Тот, что без ноги вернулся Хоть не целый, но живой Друг стыдливо отвернулся И еще хочу спросить Тех, кто вместо солнца светит Сколько нужно заплатить Чтоб просохли слезы эти Сколько нужно заплатить Чтоб просохли слезы эти Вторая песня Написана на основе Ну, недавних событий Так будем говорить Ну, все вы знаете, что дети Любят подражать взрослым И вот в этой песне поется о том Как в детском садике Ребята играют в игры взрослых Песня называется «Депутаты» Ни рулетка, ни наперсток Нас уже не увлекают Пройден этот перекресток Даже дети в нынче знают Никому мы не мешаем Ни Европе, ни штатам Мы играем, мы играем, мы играем Депутаты В детском садике ребята Опыт наш перенимают Как в Чапаево когда-то Всюду в Ельцино играют Самых лучших выдвигают Претендентов на мандаты И играют, и играют, и играют Депутаты Боря на трибуну вышел И давая ругать Егоры Миша это раньше слышал Не вступая все же в споры А Борис, уж мы-то знаем Кто вошаг у аппарата По всем правилам играем Мы играем, депутаты А на юге все воюем И в Баку, и в Ереване А тем временем Тоскую по-немцовски в Магадане Хоть глаза мы закрываем Что-то в совком и лопаты Не волнуйтесь, мы так живем Мы играем, депутаты Вот уже вступают в дело Минометы, танки, пушки Наши времечка приспела И у нас свои игрушки На базаре покупаем Пулеметы, автоматы До последнего играем Мы играем, депутаты Отделяйте все, кто хочет Демократия на дереве Пусть Америка хохочет Получили, что хотели Жизнь и битва, круг крутая Всюду митинги, дебаты Не волнуйтесь, мы играем Мы играем, депутаты Пусть порою жизнь гликует И ведет себя нечестно Мы найдем игру такую Чтоб всем было интересно Мы на выдумку богаты Хоть порой индиферентны Надоело к депутатам Поиграем в президенты Вот уж и вечер наступает Идут домой ребята Легачур, Горбачур И другие депутаты Снова садик закрывают И расходятся детишки Борьки, Мишки и Егорки Я хотел бы раз узнать Ну покупать Погулять Да кого? Готов? Пошел Первый фестиваль Фестиваль Афганского Если первый, то вы хотите Делать второй, третий, четвертый Чтобы он был традиционным Мы тоже зависели от того Кто это будет делать дальше Сейчас делают заявку Ленинград Чтобы второй фестиваль Был у них в Ленинграде Это ваша идея? Нет, это идея Ленинградская А почему он проходит в Ломанке? Нет, это фестиваль Это наша идея Просто мы носили насилие и решились Вы считаете, что эта тема Настолько долговечна Что можно устраивать фестиваль Год за годом? Ну допустим Война кончилась уже 40 лет И они помнят Афганистан кончился год назад И они еще будут помнить В крайней мере 40 лет Понятно Столько сил затрачено Вероятно средств Как и на любое мероприятие Подобного рода А будет ли прибыль С этого фестиваля какая-то? И чего это все делается? Цель этого фестиваля? Цель фестиваля просто собрать Людей, артистов Кто на самом деле поет эти песни Поет их хорошо Людей просто собрать Чем больше, тем лучше Это общение человека с человеком Общение ансамблей, барба Общение людей Просто такого форума Большого еще не было нигде Были московские фестивали Были ухимские Но там было гораздо меньше людей Артистов Просто мы решили собрать Как можно больше И сделать одно большое Красивое шоу Вот как это удастся Вернее как это удалось Это уже решать зрителям Не нам Такой вопрос Мне после фестиваля Вы понимаете Вы родились? Сейчас часто, не часто Но можно слышать о том Что то выходит какое-то постановление То принимаются какие-то меры Государством, правительством По улучшению положения Войных афганцев Семей, матерей, погибших Вы это ощущаете? Или практически все Приходится делать самим К тому же совету Войных афганцев То, что мы с чем Это одно Стол заказов Что у нас есть Металя льгота И бесплатный проезд в автобусе Все Больше мы ничего не имеем Остальное все остается Книга, дела Ты чего занимался? Работай Работай Мы зарабатываем деньги Чтобы сейчас построить памятник Госпубликанского значения В городе Алматы На самом деле Компромат собираете, молодой человек? ПЕСНЯ Иометр ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Песен не писал про Афганистан. Я писал другие песни, а вот про Афганистан не писал. Первая песня была написана как раз в 88-м году, осенью. Это песня про первых десантников. Афганистан И ночь, и холод, хрусток, и помним мы ребят своих в тот давний час. И этот тост поднимем в срок за нас, за нас, за нас. И вот какая честь лететь в гермакобинах. И знаем мы теперь, что путь наш в ДРА. И парашютов нет, увы, на наших спинах. Привычный шелест купола заменит два крыла. Но что там алым зарем на склонах забылала. Зорвался самолет, не вырулил в горах. Такой пошел отсчет, пятидесяти не стало. Да будут горы пуховы в заснеженных венках. И помним мы, как на месте шли. Крылу, крыло, рельефы гор, и ночь, и взрывы. Помним мы погибших там ребят своих. И этот тост поднимем мы, занят, занят, занят. Все было, как у всех, у марши и засады. Весной по пояс грязь, а летом пыль у них. И за дорогу жизни не ждал никто награды. Героя лишь посмертно давали на двоих. Как божий дар с небес. Крылатая пехота без крыла и стрекозы ждет пулеметный грант. И парень то, что живу в обломках вертолета. Совсем не по родскому, а по граниным брант. И помним мы, про ногах шли, в густой пыли. Из ноги холад, попит кровь, перепомним мы. Погибших там ребят своих. И третий тост поднимем вновь. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова